Великой Отечественной войне Великой Отечественной войны 1941-1945 года И постоянно вспоминаешь И такие слова приходят мне на память Нас остается немного Но в строю мы стоим Если где-то невзгода, мы на помощь бежим А в свободное время невозможно забыть Тяжелейшие годы войны А сейчас, сейчас стою я в храме Молюсь за вас, за всех И за тех, кто своим телом амбразуру закрывал Спасая жизнь полка И жизнь счастливую Современной молодежи давал Это великое счастье Что я сегодня могу Не только Общаться с молодежью Поскольку веду большую Патриотическую работу В течение 20 лет И каждый раз приходится вспоминать Те далекие годы Еще девочкой В сентябре 41-й год Нам по радио Левитан объявил Что началась Великая Отечественная война Враг Перешел к границе Без предупреждения И семимильными шагами Шагает по нашей Великой Могучей стране Родина Мать зовет Такой последовал призов На перронах много народа На перронах штон стоит Кто провожает мужа, отца, брата, сына, дочь Кто просто молчит Что же ждет наших славных солдат Что уготовила им судьба Каждые сутки Она будет Для них Решена Забирает Город Сталина Это Район Кузбасса Это не район Это центр Кузбасса В Етуча Организовали Эвакогоспиталь Освободив занятия Пединститута Освободив здание Пединститута Заполнили Койками И Дивизии Сибирские дивизии Которые Отличных ребят Которые Отправлялись На защиту Москвы Заполняли перроны Страшно было И есть Вспоминать Эти годы Потому как Военкоматы Очень Очень оперативно Работали По созданию По приглашению В военкомат Участников Которые Стояли По возрасту И оставались По существу Женщины Которые Занимали Места На заводах Заводы Сразу Переключились На военное Производство Стали готовить Оружие И Такой Как завод Кузнецкий Металлургический Он стал Главным По Доставке Оружия На фронт По выпуску Очень важных Стали Чагуна Завод 500 Военный Где Работали Тоже Только Женщины То есть За станки Стали Женщины А на такие Подсобные Работы Стали Привлекаться Учащиеся Школ И вот Мы Шестой Класс Уважаемая Классный Руководитель Нина Ивановна Строгая Худощавая Очень Женщина Высокая Преподаватель Математики Как она С каким Чувствуем Она Воспринимала Все события Придаваемые По Репродуктору Репродуктору И призывала Ребят Девочек Для Выполнения Серьезных Задач Заменяя Отцов И братьев И вот Мы пошли Работать В Ивакогоспиталь Ивакогоспиталь Все раненые Это не просто Раненые Это тяжело Раненые Которые Доставлялись В тыл Для Оказания Помощи Для выполнения Тяжелейших Операций И Их Было Очень Много Это Тяжело Раненые Отцов Без Ног Без Рук С С вырванной Челюстью С Вырванными Языками Или Разорванными Языками Без Глаз Даже Такие Встречались Обрубки Без Рук Без Ног Но Это Солдат Это Солдат Защищавший Нашу Родину Нашу Столицу И Поэтому Мысли Тогда Не было Чтобы И как То Умертвлять Их Спасали И Каждый Из них Цеплялся За Жизнь И Надеялся Что Он Будет Еще Жить Потому Как Смело Воевали За Счастье За Любовь Своих Жен И Матерей За Любовь Своих Девушек И Никто Никто Не Думал О То Что С Ними Может Произойти Поэтому Вот Такая Смелость Вот Такое Такое Мужество Оставили Себе О Себе В памяти Сибиряки И Добровольцы В том Числе Мы Не Работали Вот Начинала Я С Санитаров Санитар Наша Обязанность Входила Ну Помимо Соблюдения Там Санитарных Правил По Уборке Мы Обязаны Были Кормить Раненых И Потом Нас Обучали Делать Перевязки Ставить Укол Оказывать Первую Помощь Большую Работу Проводил Красный Крест Красный Крест Колоссальную Работу Проводил Они Работали С Особой Любовью С Каким-то Особым Чувством С Особым Чувством Вот Преодолеть Эти Кризисные Моменты Когда Не Было Ни Перевязок Ни Лекарств Но Надо Было Оказывать Серьезную Помощь Санитарных Надо Было Поднимать И Не давали Расхлябываться Расшатываться То есть Все было Мобилизовано Для того Чтобы Строгость Дисциплины Научить Нас Тому Что Мы Не Хотели Бы Спать Чтобы Мы Не Просили Кушать Когда Кормим Раненых Чтобы Мы Не Хлюпали Когда Видим Тяжело Таких Раненых Солдат Чтобы Это Мужество Воспитывалось Глядя На Более Старших Товарищей Потому Как Доктора Не Покладая Рук Сутками Работали Воперационных Они Тоже Не Жаловались Ни На Что Каждый Знал Своё Дело Каждый Был На Своём Посту И Каждый Чётко Выполнял Без Всяких Жалоб Да И По-моему И Некому Было Жаловаться Да И Ненучно Было Жаловаться Потому Как Все Находились В Одном По Существу Положении А Вот После Работы Когда Оставались Там Свободное Время То Мы Занимались Военной Подготовкой Гранаты Ружья Стреляли Ну В общем По-пластунски Нас Учили Ползать Бег Ну В общем Полностью Мы сдавали Нормана ГТО И Успешно Сдавали Нормана ГТО Мы Стреляли Из Очень Метко Несмотря На Усталость Таким Образом С нами Работали Что Эта Усталость Она Не Оказывала На Нас Влияния И Мы Если Приходили На Стрельбище То Рука Не Дрожала И Как-то Сами Мы Бодро Себя Вели Хотя Вот Девочка Ведь Мы Начинали С 12 С Половиной Лет Так Все Годы Войны Я И Провела В Этому Эвак Госпитале Ребята Такие Красивые Такие Молодые И Каждый Из Них Как-то Приятно Мог Одарить Тебя Взглядом Потому Что Мы На глазах Взрослели А Крупные Такие Сильные Девчонки Несмотря На то Что И голодные Годы Были И Вот В ту Пору У Мне Осталось Еще Написано С тех Пор Вернее У Мне Остались Написанные Стихи Вот Я Могу Их На Этих Уже Очень Очень Пошелтевших Листочках Которые Отражали Вот В то Время Жизнь В которой Мы Находились Вот Они Все Разорваны Тут Подорваны Желтые Листочки Они Когда-то Я пыталась Из них Сделать Книжечку Тут Они Пронумерованы Все За окнами Ветер За окнами Дождь Мы Закончили Смену Ну Куда же Пойдешь На ногах У нас Чуни На плечах Ничего Даже Ноги В портянке Закутать Не убежишь От него Стон В палатах Чуть слышен Видно Им Нелегко Спать Бы Надо Не Спиться А нам Каково Боль Щемит Наши Души Смотришь Вдаль Все На них Нет Невозможно Быть равнодушной Утром Снова У них Подойдешь Погладишь Умоешь Поцелуешь Слегка Доченька В ответ Слышишь Подойди Ко Поближе Как же Ты Хороша Велика Ли Росточка Какова Жи Душой А захочешь Я Выйду И поедем Со мной Я С Украины Есть Такая Страна Она Отсюда Далеко Далеко Но Как Прекрасна Она Но Поверь Доченька Нет 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 Она Отсюда Далеко Далеко Ехать Надо Немало Дней Но Поверь Мне Доченька Как Хорошо Живется В ней Там Сады Величавые Фруктов Много Много Всего Эх Богата Моя Украина Освободить Бо Ее И Слезы Сквозь Повязку Просочились И Лицо Нахмурилось От боли Доченька Поедешь Ли Со Мною Если Выздоровлю Вскоре Ноженьки Мне Сделают Другие Руки Приспособят Как Нибудь А Глаза Глаза Проблема Ну Да Не Волнуйся Будем Жить Так Мечтал Солдат В своей Кровати Лежа Долго Долго У Окна Под Удары Дождя Проливного В окна Госпиталя Вот Видите Вот В этих Словах Хотелось В ту Пору Отразить Вот Все Что Происходило В тот Момент В Вах Госпитале